Добрый день, вы смотрите новости на телеканале ЕАИ ТВ в студии Тимофей Львутин. Европейским политикам воздержаться от посещения чемпионата мира по футболу в России, а Кремлю немедленно освободить незаконно осужденных украинцев. Об этом шла речь во время дебатов в Европарламенте перед голосованием резолюции о нарушении прав человека в России. Также депутаты призвали поднимать вопрос освобождения политзаключенных Кремля на всех международных уровнях. Я призываю европейских лидеров не посещать чемпионат мира по футболу в этом году в знак осуждения нарушения России и многочисленных норм международного права и мирового порядка. В частности, аннексию Крыма, незаконную оккупацию на востоке Украины, вмешательство в выборы в Евросоюзе и в политический процесс в США. Местный житель ранен в прифронтовом водяном. Это поселок вблизи Мариуполя Донецкой области. Российские оккупанты обстреляли мирные кварталы накануне вечером, рассказала спикер областной полиции Ивана Ященко. По ее словам, осколки снарядов попали в крышу и стену дома, где живет пенсионер. Инцидент полиция расценивает как теракт. Сегодня в водяном всего 9 домов, где живут люди. Остальные покинули поселок из-за постоянных обстрелов. Российские наемники препятствуют работе миссию БСЕ на оккупированных территориях Донбасса. Во время проведения мониторинга наблюдателями в их сторону пьяный боевик бросил молоток. Он пролетел над их головами и упал в двух метрах от припаркованных автомобилей миссии. Это произошло на блокпосту террористов в оккупированном Донецке, говорится в отчете об ИСЕ. 14 июня – Всемирный день донора. Братья и сестры по крови именно так называют людей, которые делятся своей кровью ради других. В Украине около 400 центров занимается забором крови. Кроме 70 больниц еще и специализированы станции переливания. Особо остро страна нуждалась в донорах в 2014 и в 2015 годах, когда началась российская агрессия на Донбассе. Тогда в главный клинический госпиталь Министерства обороны Украины выстраивались очереди из желающих помочь бойцам. Какова ситуация сейчас, на пятый год войны, знает Инесса Занина. Вы сдавали у нас кровь. У вас четвертая резус – позитивная группа крови. Скажите ваше имя, отчество. 22-летний Владислав в третий раз приходит в центр крови военного госпиталя. Таких, как он, с довольно редкой группой крови приглашают время от времени, чтобы пополнить запасы. Стать добровольным донором Владислав решил, когда в беду попал его друг. У меня друг очень сильно обгорел, и ему требовалась кровь. И нас тогда, наверное, собралось человек 50, потому что ему неоднократно делали операции, и требовалась кровь. И мы все дружно ездили почти каждый день, группами собирались по 5-10 человек, и мы ездили, сдавали кровь ему. Друга спасли. Теперь кровь парня может помочь пациентам военного госпиталя. Среди них сверстник Владислава Владимир. Он воевал в Новоалександровке Луганской области. Получил тяжелое ранение ног и нижней части туловища во время вражеского обстрела. Как потом выяснилось из запрещенных минскими договоренностями 80-мм минометов. Очень важно иметь запас крови в непосредственной близости к передовой, говорит хирург Георгий Макаров. Там расположены 4 мобильных госпиталей и группы усиления в каждой районной больнице возле линии фронта. Туда отправляют элементы крови, свежезамороженную плазму, лейкоцитарную и тромбоцитарную массу. Именно туда в первые минуты, часы, вот это понятие золотой час, доставляются раненые. И естественно, одним из компонентов противошоковой терапии является переливание крови. 9 месяцев назад с передовой с ранением вернулся и Сергей. Сейчас его готовят к операции. Кость, в которую попало пуля, стала гноиться. Пульку не нашли? Нет, конечно. Для заживления после операционной раны Сергею понадобится донорская кровь. Некоторым бойцам, говорят врачи, требуется переливание крови не только после, а и до хирургического вмешательства. Они поступают иногда с выраженной анемией, с потерей крови. Поэтому доноры, которые дают кровь для раненых, для больных, это безусловно безоговорочно святые люди. Потому что кровь не вырабатывается ни на фабриках, ни на заводах. И нет никакого другого пути спасения жизни, кроме как от человека к человеку. То есть от души к душе, от сердца к сердцу. Во время одной операции может потребоваться до 5 литров крови. За один раз безопасно для здоровья донор может сдать не более 450 миллилитров. Почти 900 домов повреждены в Закарпатской области в результате непогоды, рассказала ЮЭТВ руководитель пресс-центра областной государственной службы по чрезвычайным ситуациям Наталья Батыр. По ее словам, град и ливень повредили в основном частные дома. Спасатели обходят дворы и фиксируют последствия стихии. Среди местных жителей травмированных нет, отметила спикер. Наибольшая постражда у нас Вершавский Татяческий район. Больше всего пострадали Иршавский и Татяческий районы. Градом побило крыши, а также местные дороги. Зафиксированы и падения деревьев. Спасатели сейчас распиливают ветки и убирают с территорий, в основном с дорог. Выезжают бригады и на откачку воды. Также без света вчера остались 43 села. Сегодня еще обесточены 6. Усиленная тренировка и битва взглядов. В это воскресенье в Киеве состоится грандиозное боксерское супер-шоу. Главный бой за титул чемпиона мира по версии WBA пройдет между украинским боксером Артемом Далакяном и претендентом из Таиланды Серичае Таином. О том, как готовился наш боец и выиграл ли дуэль взглядов, смотрите в сюжете Олега Шумейко. Чемпионский пояс Артем Далакян завоевал в феврале нынешнего года. И предстоящий поединок – это его первая защита. Проводить ее в Украине в родных стенах – большая ответственность. Задача на бой одна – победить. Будет ли это нокаут или бой продлится все 12 раундов – неважно. Главное, чтобы пояс остался в Украине. Чемпионский бой состоится в воскресенье на открытом воздухе. Организовывать такие поединки в Украине намного сложнее, нежели проводить их за пределами страны. Но промоутеры чемпиона уверены – игра стоит свеч. Ведь такие бои – это промо не только боксеров из Украины, но и страны в целом. А мы должны показать всему миру, что мы здесь готовим чемпионов мира, мы их воспитываем, и мы им даем шанс здесь провести свой бой, а не только на выезде. Да, на выезде в Мекке, в Англии, к примеру, в Америке. Разговора нет. А вот здесь дома приехать и так выступить – это ответственность в два раза больше. Артем Далакян и его оппонент Серича и Таен хорошо изучили друг друга. Тайский претендент не мальчик для битья. Провел в профи-ринге 50 боев. Проиграл трижды. В Киев приехал за победой. В Украине я впервые в жизни. Мне нравится здесь. Нравятся украинцы. Но моя основная цель – постараться из этой замечательной поездки привезти в Таиланд чемпионский пояс. На открытой тренировке соперники впервые посмотрели глаза в глаза. В дуэли взглядов – ничья. А как будет в ринге – узнаем. Олег Шумейко, Евгений Савицкий, UATV. Эту и другую актуальную информацию вы найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала e-tv.ie. На этом у нас пока все. Увидимся буквально через пару часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова